Вы когда вернётесь? Ой, ну не знаю. Два часа занятия, потом ещё в парк сходим, потом мороженое поедим, да? Да! Думаю, часов через пять, не раньше. Ну что, готова, красотка? Готова! Иди, мамочка тебя поцелует! Ну всё, теперь беги и слушайся няню, поняла? Ладно. Ну, пойдём. Что вы здесь делаете? А, я... Вы же сказали, у вас не будет пять часов. Где Мариша? Мариша внизу, я за штанишками вернулась, там похолодало. У меня в спальне Маришина штанишек нет. Простите, извините, пожалуйста. Что теперь будет? Татьяна была замужем шесть лет и растила вместе с мужем дочь Маришу. Похозяйствуя с ребёнком, Татьяне помогала няне Зинаида. Жизнь Татьяны шла своим чередом, пока однажды Зинаида не застала Татьяну с любовником. Девушка боялась, что няня расскажет о её измене мужу и не знала, как ей быть. Я жду, что она мужу всё расскажет, а она молчит. Но я же знаю, что это ненадолго. Баба, она говорливая, потрепать любит. Я словно на пороховой бочке живу. Что делать не знаю. Если муж узнает, мне конец. Мужу изменяешь, стало быть, муж не устраивает. Пятьдесят на пятьдесят. А это как? Он хорошо зарабатывает. Мы обеспечены всем. Но, можно сказать, женат на работе. Всё время там проводят. Я молодая. Мне мужское внимание надо. Я долго терпела. А потом вот со Стасом стала встречаться. С ним я снова себя живой ощутила. Не мне тебя судить, но советом тебе помогу. Спасибо. Если хочешь, чтобы всё хорошо было, не говори с няней о своей измене, что бы ни случилось. А если она сама заговорит? Сама не заговорит. Поняла меня? Да. И ничего ей не предлагай. Хорошо. И это всё? Нет, не всё. Вижу, няня еду у вас в доме готовит. Бывает иногда. Я особенно не умею. Учись. Сама всё делай, поняла? Ладно. Это всё, что я хотела тебе сказать. А теперь ступай. Спасибо. Прошло несколько дней. Няня продолжала хранить тайну Татьяны. И девушка немного успокоилась. Да, я скоро в командировку. Опять? Сколько можно? Работа есть работа. Зинаида, вы мне рассказать что-то хотели. Да, хотела. Угу. История неприятная. Так. Возвращаюсь я как-то в квартиру. Штанишки забыла Маришины. На улице похолодало, я вернулась. И представляете... Ой, всё хорошо. У меня просто голова закружилась. Разволновалась, наверное, из-за командировки. Всё-таки тяжело одной без мужа оставаться. Тоскливо. Ничего. У неё Мариша есть. Она у нас девочка весёлая. Дальше-то что? Ммм. Да. И представляете, захожу я в ванную, а там запах такой стоит неприятный. Думаю, что вытяжку всё-таки придётся поменять. Тоже мне история. Ну, вы правильно сделали, что рассказали. Мне этим абсолютно некогда заниматься. А Таня, она не особо в домашних делах разбирается. Ну, ничего страшного. Зато она в других делах хорошо разбирается. Это да. Мариша, иди в другую комнату. Мультики посмотри. Нам с няней надо поговорить. Мама, ну я не хочу. Иди, кому сказала. Вам это удовольствие доставляет? Вы о чём? Хватит. Вы специально меня травите. Только я не пойму, зачем. Что вам нужно? Деньги? Ладно. Вот. Замолчание. И надеюсь, к этому разговору мы больше не вернёмся. Вы меня этими побрякушками заткнуть хотите? Не выйдет. Хотите, чтобы я молчала? Платите 300 тысяч. Сколько? Вы слышали? У меня нет таких денег. Да, конечно. Живёте в шоколаде, золотом разбрасываетесь. Все деньги у Антона. Он зарабатывает не я. Ну, значит, ищите. У любовника своего возьмите. В общем, так. Хотите, чтобы я молчала? Платите. Нет? Нет, расскажу всё вашему мужу. В общем, прижала меня эта Мегера. Да, конечно. Влипли мы с тобой. Денег у меня требуют. Да ладно, много? 300 тысяч. Будешь платить? Стас. Что? Можешь выручить. Хорошо, а как? Дай мне денег, пожалуйста. Хорошо, Тань, но ты же знаешь, что сейчас у меня деньги все в бизнесе, и просто налички нет. Чуть позже. Позже будет поздно, они все мужу расскажут. Ну, у тебя же муж богатый, ну что, он тебе совсем денег не даёт? Ну, он мне сам всё покупает, что я попрошу. Но больших сумм на руки не даёт. Говорит, что я с деньгами обращаться не умею. Понятно. Ну, что делать? Ну, что, что. Слушай, можно у подруг попросить, они девчонки богатые, могут и дать. А это идея. Ну, вот. Лиз, привет. Привет. Как дела? Всё чудесно, как и всегда. Как у тебя? Пока непонятно. Ну, как это значит моя просьба? Не поняла. Я про деньги. А. Вот, триста тысяч, как и просила. Спасибо. На карточку перевезти не могла, мой Костик счета отслеживает. Но, но, у меня всегда есть. Спасибо же тебе, моя дорогая подруга. Так а зачем тебе это? Пока не могу сказать, без обид. Как хочешь. Только это не честно. Я тебе всегда всё рассказываю. И я тебе потом всё расскажу. Ладно. Я ведь вам запретила готовить. Я бы с радостью, только мне хозяин велел. Он сейчас придёт с работы голодной, что я ему скажу? У нас ведь кое-кто готовить не умеет. Ладно. Здесь, как договаривались, триста. Вот видите, оговорили нету. Вы знаете, я тут подумала и решила, что я немного продешевила. В смысле? Информация, которой я владею, стоит больше. Думаю, миллиона будет достаточно. Что? Я хочу миллион. Совсем обнаглели? Только можно потерять гораздо больше, если я расскажу о ваших похождениях мужу. Так что подумайте. Мне кажется, это ещё и небольшая цена. Да нет у меня таких денег. Я эти еле наскребла. Значит, наскребите ещё. Послушайте, вас просто уволю и всё. Ну тогда я тем более всё расскажу. Ну вы и гадина. А если вдруг ваш муж захочет меня уволить, значит, это вы ему напели. И значит, опять же я вас сдам. Аня? Да, бабуль. Во дворе Татьяна сидит. Пригласи её. Бабушка, ты же отдохнуть хотела. Пригласи, пригласи. Нечего ей там сидеть, слезами своими народ пугать. Здравствуйте. Слёзы у три рассказывай. Что стряслось? Меня няня шантажировать стала. Сначала попросила 300 тысяч. У меня не было. Я заняла у подруги, ей дала. Тогда она уже миллион захотела. Говорит, ты больше потеряешь, если я мужу всё расскажу. Я по богатым подружкам часть суммы собрала, почти шесть сотен. Но части не хватает. Я тебе говорила, ничего своей няньке не предлагать и не давать. Я не смогла. Она на меня морально давила. Сама ты теперь во всём виновата. Ну да, и что? Что теперь делать? Няньке своей больше ничего не давай. Деньги, что заняла, раздая брат на богатым подружкам, всем, у кого брала. Мужу правду скажи, пока не поздно. Ага. Если не скажешь, беда будет. Беда будет, если муж узнает про измены. Я всего лишусь. Как знаешь. Я тебя принуждать не могу. Вижу, так и готовит нянька у тебя на кухне. Мне не до готовки сейчас. Учитывая, что готовить я не умею. А Антону нравится, как она готовит. Примета эта плохая. Если чужая женщина на кухне хозяйничает, то хозяйка всего, что имеет, лишиться может. Ух, не слушаешь ты меня. Горько жалеть будешь. Я, наверное, пойду. После последнего визита Татьяны к бабушке прошло несколько дней. Татьяна не решилась рассказать мужу правду. Здесь шестьсот тысяч. Я просила миллион. Вот часы дорогие продадите, будет вам миллион. Я так понимаю, это мужа? Мужа. А если он хватится? Не хватится. Я их стащила из чемодана, когда он в командировку собирался. Вернется, будет думать, что в гостинице потерял. Я надеюсь, мы в расчете? Да. И вы больше не будете меня шантажировать? Нет, больше не буду. Пообещайте мне. Обещаю, все будет как раньше. Вы ведь меня тоже поймите. Каждая работа стоит денег. А молчание – это ведь тоже работа. И вот сейчас, Танюша, вы ее оплатили. Прошла неделя. Антон вернулся из командировки. Как и планировала Татьяна, Антон решил, что потерял свои дорогие часы в гостинице. Таня, я все знаю. Что все? У тебя есть любовник. Антон, ты головой ударился? Будешь отпираться? Ты о чем? Не говори ерунды. Таня, не делай из меня дурака. Я этого не люблю. Я ведь заметил, что ты часто убегать стала куда-то. Холоднее ко мне стало. Да и вообще, мои командировки тебя больше не смущают. Ты ничего не доказывает. А к твоим командировкам я просто привыкла. Таня, признайся, я по-хорошему хочу. Да в чем признаться-то? Не зли меня. Мне друзья звонили. Спрашивают, зачем это твоя Татьяна у наших жен деньги занимает. Один позвонил, второй позвонил, третий. Зачем тебе деньги? Молчишь? Тогда я продолжу свой рассказ. Я уже волноваться стал. Подумал, не заболела ли моя дорогуша чем-нибудь? Скрывает. Но онел детектива. Ты снайдишь за мной? Да, имею право. Теперь сядь. И детектив мне показал, что моя дорогуша больна наклостью. За моей спиной спит с любовником. Это ты ему почти миллионно занимала. Стас богатый. У него бизнес. Пробил я твоего козла. Гол он, как сокол. И не было у него никогда никакого бизнеса. Он с мамой живет. Не может быть. Развел богатую дурочку. Ну, да дело не в этом. Хочешь спать с другим, с катертью дорога. Но я содержать твоего любовника не буду. Все, что она занимала у подруг, будешь отдавать сама. А я... Я подаю на развод. Антон, я деньги не на любовника занимала. Хватит выкручиваться. Противно. Еще одно слово. Я запрещу видеться с дочерью. Я это могу, ты знаешь. После ссоры с мужем Татьяна не находила себе места. Антон подал на развод. Вдобавок ко всему, любовник Татьяны Стас перестал отвечать на звонки. Лишь спустя неделю Татьяне все-таки удалось до него дозвониться, и они договорились о встрече. Что случилось? А что, муж тебе не рассказывал? А он здесь при чем? Он нанял бойцов, чтобы меня избили. Не может быть. Может. Два дня в больнице провалялся, не знаю, как себя пришел. Бедненький, ты поэтому трубки не брал? Ну да, поэтому тоже. А почему еще? Тань, послушай, нам не надо больше видеться. Твой муж меня убьет. Проблемы больше не будет, мы с ним разводимся. Мне ясно дали понять, чтоб я к тебе не лез. Мы можем уехать куда-нибудь. На какие шиши мы переедем? Значит, это правда. Ты не богат. Нет. Тогда зачем врал? Ну ты что, стала бы встречаться с нищебродом? Тогда нет. Но сейчас все по-другому. Я люблю тебя. Так. Тань, я тебя тоже люблю. Но видеться нам с тобой больше нельзя. Я еще жить хочу. У нас ничего не получится. Прости. С переездом не затягивай. Не переживай. Я бы не стал тебя выгонять, и при других обстоятельствах я бы даже купил тебе небольшую квартиру. Но знаешь, что ты такая дрянь, будешь вводить туда своего любовника, и я тебе ничего покупать не буду. Я ни с кем встречаться не буду. А что так? Мы со Стасом расстались. А чего? Из-за тебя. Ты его напугал. Надо же, как он испугался, а. Не мужик, а тряпка. И, кстати, а где нянька? Она должна была Маришу из садика забрать. Наконец, пора ребенка вспомнила. Хотела увидеть Маришу перед своим уходом. Мариша не придет. Почему? Потому что наша няня внезапно уволилась. Вообще, на баб положиться нельзя. Поэтому, пока я не найду новую няню, Мариша будет на полном пансионе в садике. Ты с ней там все нормально, все хорошо. Можешь съездить, если хочешь. И вообще, я не буду препятствовать. Пожалуйста, приезжай, проведай ее. Спасибо. Я все потеряла, бабушка. И любовь, и дом, и муж, и дочь. Что же, муж с дочкой и видеться не даст? Даст, конечно. Но забрать Маришу я не могу. Потому что мне даже жить негде. Ни один суд дочь мне не отдаст. А после развода я не имею права ни на что. Муж заработал все до нашего брака. И подружки еще звонят. Денег назад требуют. В общем, обложили со всех сторон. Сама виновата. Потому что меня не слушала. Делала все по-своему. Теперь все? Ничего не изменить? Вижу, есть выход. Какой? Я все сделаю, правда. Знаю. Надо тебе еще раз любовника на встречу позвать. Он не согласится. Ты права, не хочет он тебя больше видеть. Он Антона боится. И это верно. Так что делать? Ты сама его найди. Домой к нему сходи. Как я его найду? Мы у него ни разу не были. Не знаю даже, в каком районе он живет. У мужа твоего в кабинете, в столе, есть его адрес. Откуда? Есть и все. Когда любовника найдешь, важно, чтобы ты чаю у него попила. И пока чашку до дна не выпьешь, не уходи. Запомни. Хорошо. Ступай теперь. Спасибо. Ступай, ступай. На этот раз Татьяна решила послушать совет бабушки. Увидев в столе Антона личное дело Стаса, Татьяна поначалу не могла понять, откуда оно у Антона. Но затем вспомнила, что муж нанимал детектива, чтобы следить за ней. Весь, я все понимаю. Сумма немаленькая. Я все верну, но чуть позже. Потерпи, пожалуйста. На следующий день Татьяна отправилась по адресу, по которому планировала найти Стаса. С самого утра ей звонили подруги, у которых она занимала деньги, и требовали вернуть долг. Татьяна была в отчаянии. Созвоните позже. Ты как меня нашла-то? Че надо? Пусти, поговорить нужно. Хорошо, пойдем. Только недолго. Так ты правда с мамой здесь живешь? Тань, давай ближе к делу и уходи. Что? Даже чай мне не угостишь? Сейчас принесу. Таня помнила наказ бабушке, поэтому специально попросила Стаса принести ей чаю. Быстро ты. Пожалуйста. Тоже собирался попить чай. Вовремя пришла. Тай, ну тебе лучше не задерживаться. Ты куда-то торопишься? Да. Вот сейчас чай допью и уйду. Это что у тебя за часы? Что? Это часы моего мужа. Милый, я дома. Это твоя мать? Какая мать? Я его жена. Что? То! А ты чего сюда приперлась-то? Ты что, продолжаешь с ней спать? Да нет, я вообще не знаю, что она пришла. Не ври! Тогда откуда она нас нашла? Мы так не договаривались. А о чем вы договаривались? А он что, тебе ничего не рассказал? Он специально с тобой спал, чтобы тебя подставить перед твоим мужем. Это правда? Конечно, правда. А ты что думаешь, он в тебя влюбился, что ли? Ты у нас не первая такая красивая. Так вы, значит, вместе. Мошенники. Ну что ты молчишь? Ну иди, расскажи ей. Что? Застеснялся? Да, Танечка, это правда. Я соблазняю богатых замужних женщин. Зина потом пытается устроиться в эту семью, когда кухаркой, когда домработницей, когда няней. Если у нее это не получается, то я просто сливаюсь. А если получается, то мы все подстраиваем так, что Зина застает меня вместе с хозяйкой у нее дома и начинает шантаж. Только ты не думай в полицию заявлять. Все равно ничего не докажешь. Вы понимаете, что у меня жизнь разрушили? Мы не виноваты, что ты мужу изменяешь. И что муж тоже начал под тебя копать. Иначе никто бы ничего не узнал. Неизвестно, что еще лучше. Так и продолжили бы из меня кровь пить. Спустя несколько дней после того, как Татьяна узнала всю правду, они с Антоном развелись. Татьяна сняла квартиру, нашла работу и регулярно виделась с дочерью. А через полгода они с Антоном помирились. И Антон попросил Татьяну вернуться. Татьяна согласилась, и они пытаются начать все сначала. Бабушка говорит, что плохо, когда чужая женщина на кухне хозяйничает. Так хозяйка всего, что имеет, лишиться может.